Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня у нас будет обзор на Арманьяк Сэмпэ. Это бренди премиум класса. Этот напиток изготавливается домом Сэмпэ, который был основан в 1934 году. Предприниматель Абель Сэмпэ служил сенатором в регионе Жер. А после этого он наладил производство Арманьяка. И это производство носит его фамилию. Лучшие сорта этого напитка изготавливаются из редких и старых спиртов провинции Гасконь. И премиальные Арманьяки, они имеют выдержку 50 лет. Как раз мы сегодня будем с вами обозревать премиальный Арманьяк, который созревал 50 лет с 1966 года в дубовой бочке. У французов есть пословица, что коньяк мы подарили миру, а Арманьяк оставили себе. Я вам показываю деревянную упаковку, которая называется гифтбокс. Сама бутылочка там фиксируется мягкой накладочкой, и мы её сейчас посмотрим подробно. Мне кажется, что Арманьяк это идеальный напиток на дежестив. Просто я не люблю аперитив. Аперитив пьётся перед едой и обычно на светских мероприятиях. А дома лучше всего пить алкоголь на дежестив после еды. Когда вы поели, уходите к себе в комнату, уединяетесь, занимаетесь какими-то своими личными делами, и вы не ограничены во времени, вам не надо никуда спешить, и тогда напиток будет долго раскрываться в бокале. Самое главное, нужно его налить определённую дозу. У всех она зависит от веса. Вы встаёте на весы, узнаёте свой вес и понимаете, что такое количество миллилитров крепкого напитка – это ваша доза. Я люблю полдозы. Для меня идеальное количество крепкого алкоголя – это половина моего веса. И я люблю, чтобы этот напиток налить один раз в бокал, раскрывался, чтобы он часа где-то два. И выпивать, приблизительно я выпиваю, 30 миллилитров за вечер после ужина. Таким образом происходит наслаждение ароматом. Вкус тоже меняется, потому что напиток, который выдерживался такое количество лет, чем дольше алкоголь выдерживается в бренде, тем он дольше раскрывается. И очень важно, если напиток выдерживался такое количество лет, чтобы он долго раскрывался, потому что аромат будет меняться постоянно, и вкус тоже будет меняться. И если человек выпивает одну дозу, у него будет эффект, а если человек выпивает полдозы, то у него не будет эффекта. Эффект, конечно, будет, но вы его не почувствуете. И я люблю побаловаться ароматом, понаслаждаться этим букетом. Здесь невероятно богатая композиция. По мере раскрытия ощущается разный вкус, и обоняние может уловить совершенно разные нотки и разные запахи. Таким образом на дежестив улучшается пищеварение, это полезно для здоровья. Сосуды минимально расширяются, сон становится лучше, но при этом у вас не возникает ощущения опьянения. Вы себя контролируете, можете спокойно заниматься любыми домашними делами, общаться со всеми людьми, разговаривать по телефону. То есть опьянения не будет. Спать не захочется, но единственное, не нужно садиться за руль, потому что запах он всё-таки будет. Чем дольше выдерживается алкоголь в бренде, тем ярче он пахнет. И они такие напитки необычайно ароматные. Арманьяк менее популярный напиток, потому что коньяк производится в большем количестве и крупными известными коньячными домами. А арманьяк производится меньшим объёмом и маленькими производителями. Чаще всего коньяк производят из одного сорта винограда, а при создании арманьяков используется сразу несколько сортов винограда. Но коньяк и арманьяк – это бренди, и эти напитки являются взаимозаменяемыми. Отличие у них основное – это то, что перед тем, как арманьяк возревает в бочках, производится дистилляция белого виноградного вина особым образом. Я предпочитаю алкоголь в микродозах, но чтобы алкоголь был качественный. Это тот именно продукт, с которым всегда работает правило – меньше, но лучше. Поэтому лучше выпить меньшее количество алкоголя, но чтобы этот алкоголь был максимально высокого качества. Мелизимный арманьяк, изготовленный в областях Арманьяк, провинция Гасконь, минимальный срок выдержки дистиллятов составляет 50 лет. Благородный напиток насыщенного тёмно-янтарного цвета с оттенками красной меди, обладает очень сложными ароматами с преобладанием тонов засахаренных фруктов, карамели, апельсиновой корочки, сжённого дуба и пряностей. Вкус глубокий, хорошо сбалансированный, слегка сладковатый в начале и аристократичный сухой в финале с фруктово-пряными нотками. Невероятно долгое послевкусие. Идеален в качестве дежестивой, рекомендуемой температуры подачи 16-20 градусов. Сейчас я вам покажу бокальчик, потому что важен не только сам напиток, но и выбор бокала, потому что бокал может улучшить любой напиток алкогольный и ухудшить. Перед вами находится бокал травянистый зелёного цвета. Это Бельгия, люкс, мануфактура, называется Вальс и Ламберт. Который находится в Льеш. Я его выбрала потому, что у него невысокий стебель, низкий бокал устойчивый и в стебле имеется воздушная капелька. При выдувании в этой серии бокалов была предусмотрена воздушная капелька. И такие бокалы устойчивые. Из них удобно пить. Они не падают, потому что бокалы высокие, они неустойчивые. Форма чаши обеспечивает максимальный контакт с воздухом. Напиток будет быстро раскрываться. И расстояние до носа будет достаточное, чтобы спирт не обжигал слизистую. При выборе напитка нужно подбирать правильный бокал к конкретному напитку. Но сложнее всего подбирать бокал к шампанскому, потому что для каждого шампанского бывает определенная форма бокала. Ну что, давайте посмотрим, как он закрыт, потому что его сейчас нужно открывать. Здесь голограмма присутствует. Все ровно, есть две пунктирные линии. Нужно оторвать вот эту полосочку между двумя линиями пунктирными и снять эту пленочку. Делаю это одной левой. Крайне неудобно делать что-то одной левой рукой на камеру, когда у вас длинные ногти, но ничего. Самое главное не спешить с этим делом, потому что я такое количество пробок сломала классных. Вот у меня получилось зацепиться. Дальше все очень просто. Я правой рукой держу бутылку и левой ее открываю. Пленочку мы удаляем верхнюю, и там будет красивая крышка. Я эти крышки не выбрасываю, потому что они идеально подходят для того, чтобы ими закрывать бутылки с вином. Когда вы пьете вино, вы не можете выпить всю бутылку. Можно вот такие крышечки использовать для закрывания, потому что пробка у них максимально удобная. А декоративные крышки, они не настолько удобны. Я выкручиваю эту крышку. Тут качественная пробка, и она у нас вся полностью извлекается из бутылки. Вау, мы победили, мы чемпионы, мы это сделали. Вот так вот выглядит крышечка. Крышечка ароматная до безобразия, неприлично пахнет ароматно. Не сломалась. Поэтому сейчас мы наливаем где-то 30 мл в бокал. И будем еще ждать минут 20 до тех пор, пока напиток начнет раскрываться. Я обоняю сразу крышку и содержимое бокала. И каждые 5 минут я обоняю. А начинаю только пробовать на вкус минут через 20, когда спирт начнет уже улетать и начнет раскрываться напиток. Самое главное в этом деле не спешить, а наслаждаться ароматом. Этим букетом пахнет сухофруктами невероятно. Древесный запах. Пахнет еще какими-то ягодами, хвоей, апельсином, финиками, курагой. Божественно. Я ее закрыла, эту бутылочку. И арманьяк не будет выдыхаться, она может так храниться еще долго. Вот так вот выглядит сам напиток. У меня цветной хрусталь, поэтому я не смогу наслаждаться оттенком этого напитка. Но оттенок у него просто невероятно красивый. Такой цвет потрясающий. Мне кажется, это самый роскошный коньячный оттенок. Мне кажется, что время останавливается, когда в бокале напиток, который созревал 50 лет, полвека, созревал этот напиток, и у него получился такой волшебный оттенок, восхитительный и прекрасный. И пахнет сейчас на всю комнату ванилью, карамелью и сухофруктами. Я не занимаюсь пропагандой алкоголизма. Это вообще не про алкоголизм, это про ароматику и искусство. Мне нравится искусство виноделия. Шампанское — это тоже вино, просто игристое есть вино. Тихое и игристое. И бренди. Есть арманьяк, есть коньяк. Это тоже бренди. Когда бренди выдерживается 50 лет, это искусство. И мне нравится ароматика. Я стараюсь с вами делиться самым красивым и самым интересным. Я вас всех благодарю за внимание. Будьте счастливыми, будьте красивыми. И пусть вам во всём сопутствует удача. Пока-пока!